Хочешь купить игры по дешевой цене, но не можешь найти магазин, где тебя не кинут? У меня есть собственный магазин FelixStore, где ты можешь найти всё, что тебе нужно. Нужна лицензия с полным доступом для игры на качественных лицензионных серверах? Хочется поиграть в какую-нибудь игру, например, GTA 5, PUBG или Far Cry 5? Это не проблема. Также тут есть кейсы как с аккаунтами, так и с ключами. Это уже для любителей испытать удачу. Пополнить баланс проще простого. Логинишься, нажимаешь плюсик и выбираешь любой удобный сервис. И самое важное, если возникнут какие-то проблемы с аккаунтом, ключом и прочее, Не забывай, что всегда есть поддержка, которая тебе поможет и в случае чего заменит аккаунт или ключик. А, кстати, так уж и быть скажу. Секретно в описании я оставил промокод FELIX, который даст тебе 10% от суммы пополнения. Всё это на FelixStore, ссылка в описании. Эй, йоу, всем привет, друзья, с вами тот самый Феликс. И прямо-таки сейчас нахожусь в том самом и опасном мире под названием Изнанка. Уоу. Такая тема. Во-первых, как вы помните, в предыдущей серии мы сделали с вами вот этот опасный меч Эндермена. Господи, это те самые мечи из мобов. И вам понравилась эта серия, я буду делать, стараться такие самые мечи. И следующий, наверное, будет меч из сушителя. Или, может быть, меч из тотемов. Какой хотите больше, напишите в комментах. Так что, друзья, вы заметили тот самый огромный сундук. Короче, чё я рассказываю? Вы смотрите предыдущую серию, а потом возвращайтесь сюда, если не смотрели. И, друзья, сегодня я собираюсь стать шпионом или, может быть, секретным агентом. Я не знаю, как хотите, так и называйте. В общем, и то, и то. Ведь в этой сборке стоит один такой специальный офигеннейший мод. На такие офигеннейшие вещи, механизмы и прочие, с помощью которых мы можем делать такие, во-первых, ловушки, секретные входы, выходы, секретные механизмы, ловушки я уже говорил. И, разумеется, всё это я хочу расположить в своём, так сказать, своей базе. Это не мой дом, это моя база будет. Ну и какая же это база без секретных входов и выходов? Так же, как вы видите, там у меня построил дом братишка. Хе-хе-хе, и как думаете, что я там сделаю? Хе-хе-хе, ну да. Сейчас всё покажу, и знаете, какая странная вещь? Мы же скрафтили этот эндерменский меч. Прикол в том, что он не кидается эндерперлами, он просто натягивается, как лук, пацаны. У меня меч сломался, почему он натягивается? Эх, ладно, друзья, ну и самое важное. Не забудьте, во-первых, подписаться на канал. Так же лайкнуть, поставьте 5000 лайков, и я сразу же выпущу новый ролик. Хоть сегодня, прям таки. Ау, шмебюлок, ух. Так, на улице наступает ночь, и, кстати говоря, да, прямо сейчас в этом мире играет братишка. Он записывает ролик, ну и, собственно, ну, надеюсь, он нас не заметит. Потому что я там хочу сделать кое-что крутое. Но сначала я вам покажу его дом, а потом покажу все крутые механизмы. Я так понял, как он мне говорил, он строил это дело по картинке. Он даже не по туторилу это дело, это была просто картинка. И посмотрите, что из этого получилось. Это, господи, опа, господь, господь, Иисус Христос, господь. Вы посмотрите на это, тут даже есть декоративные заборы, я даже не могу туда прыгнуть. Почему? Ух ты ж, секретная база, как говорится. Ну, ладно. В дом, в принципе, я могу зайти, мне за это ничего не будет. Во-первых, его нет дома, потому что он отправился то ли в деревню, то ли за динозаврами. Но это вы увидите в его ролике, как говорится. Ну и, собственно, давайте быстро зайдем. В общем, я уже вижу места, где бы я мог сделать секретные входы. Только чшш, никому не говорите, ладно? И ему тем более. Я ему специально скажу, чтобы не читал комментарии. Потому что, ну, там, ну, по-любому найдутся говнюки, которые напишут ему. Ну и, собственно, зацените, он пока не так круто это отдекорировал. Но тут столько секретных входов. Вот с этим, например, можно сделать. Это идеальный секретный вход. Возможно, он тут что-то задопетрит сделать. Это тоже идеальный секретный вход. Вот здесь секретный вход можно сделать. Столько всего, копец, фантазия разыгралась. И, в общем-то, я думаю, то, что вы за это должны поставить лайк. Да, хотя дом-то не мой, а лайки, я прошу. Ну, ладно. Ну, я про секретные входы и выходы имею в виду. Так, отлично. В принципе, мы все это дело увидели. И, мне кажется, вы таких секретных входов и выходов никогда не видели. И ни у кого. Капец, у него тут мило, на самом деле. Так, ну, ладно. Возвращаемся домой. На улице-то темно, тем более, а, мне страшно. Так, ну и, разумеется, сейчас я вам покажу кое-что, что я сделал у себя дома. Потому что я из-за этого и собираюсь сделать самую защищенную базу в Майнкрафте. Вот, серьезно. Самую защищенную. И делать я ее буду не один ролик. Итак, зацените. Я не понимаю, почему, но у меня на это действительно очень много времени ушло. Просто выкопать вот такой круг вокруг. Ну и, собственно, здесь я собираюсь сделать секретные выходы, чтобы с помощью лошадей, ну, питомцев приводить и так далее. Сделать какие-то секретные механизмы. Но пока мне в голову не приходит, что можно такое сделать. Я тут даже специально уже лесенку сделал, но пока я это не откапываю. Я пока не могу понять, какой можно сделать секретный вход и выход. Вот, серьезно. Потому что он-то будет большой, ему бы ты большие и прочее. Я пока это дело не отдекорировал, просто пока что выкопал. Но здесь будут отдыхать все мои питомцы, чилить. Их никто не тронет, потому что это будет самая защищенная база, еще раз повторяю. Ну, я надеюсь, вы услышали. А, кстати говоря, где-то в ролике я скажу секретные слова, которые ты должен будешь написать в комментариях. И я, разумеется, это все лайкну. Если что, под предыдущим роликом я все лайкнул, можешь проверить, блин. И все, чуваки, настало. И очуи-чувихи тоже, да. Настало время нам сделать кое-что секретное, мне кажется, чего вы никогда не видели. Но для этого всего мне пригодится только дерево. В принципе, палки пригодятся. Вот это пригодится. Также можно взять алмазную кирку, которую я починил, я-мою, с помощью питомца наговальня. И знаете, мне кажется, то, что эта броня, которую мы с вами в предыдущей серии скрафтили, она просто бесполезна. Вот серьезно, она ничего не дает. Ни хилбуста, ни флейм-ресистента, ничего не дает. Поэтому я ее, наверное, выложу пока что. И надену вот эту броню этого самого опасного скелета-мутанта, чтобы мы быстро бегали. Мне очень невероятно сильно нужна шерсть. И вот этого мне не хватит. И поэтому прямо сейчас мы отправляемся за овечками. Ой, не так... Да, вот так вот. Эээ, ну и уроды, конечно. Твари задолбали ходить по дому. В общем-то, и для этого мне тоже нужна защищенная база, чтобы тут нафиг никто не бродил. Посмотрите, лепрекон бегает. Эээ, я хочу спать. Так, ну что же, все очень быстро пропали. И сейчас мы быстро добудем овечью шерсть. Она нам пригодится для крафта кое-чего секретного. Сейчас все покажу. Я понимаю, я не рассказываю всего. И посмотрите, кого я нашел. Может быть, ее в плен взять, потому что она меня бесит что-то. И зацените, что я нашел. Это у нас корни. Офигеть, это очень классно выглядит. Я этого еще не видел. Но подождите, я увидел нечто покруче, из чего мы сможем добыть шерсть. Конечно, мы ограбили археолога. Но ничего, пока он отвернулся, я могу загриферить. Пока он не видит. Он пошел что-то расследовать, видимо, динозавра. Отлично, надеюсь, он не заметит. Так, ну не знаю, 46 шерсти. Этого мне, думаю, хватит. Но подождите, по-моему, я здесь... Да, я вижу овечек. Опа, и с вас я тоже заберу шерсть. Для секреток нам этого... Ой, как хватит, да ой, как хватит. Нам сейчас нужно домой, чтобы кое-что сделать секретное, пацаны. И сейчас вы поймете, наконец-то, что это такое. Господи, я похож на гея скелета. Так, ладно, сниму это дело, все. Теперь нормально, пацанчик, как говорится. Так, только просьба не офигевать слишком сильно. Итак, мы делаем люк. И с помощью люка мы можем сделать... Не, неправильно. Мы сначала делаем коврик. И с помощью этого коврика мы можем сделать люк, который соединен с ковриком. Господи. И сейчас я вам покажу, как это дело работает. Вы посмотрите, вот у нас белый ковер, например. Я просто делаю эту штуку, откапываю здесь, ставлю люк. И посмотрите, его толком здесь не видно. Просто вот я хожу, вот вы видите, вы видите его. Я не вижу, например. А вот здесь он и стоит. Немного, конечно, он выделяется. Его можно спалить по вот этой вот небольшой обводке. Но вы зацените, мы можем его открывать. И господи, как это круто. Это очень круто. И с помощью этой штуки мы можем сделать капец, какой офигенный секретный вход. Как раз-таки у него там красные коврики постелены. Но главное, чтобы он не спалил и чтобы ему никто не сказал об этом. Это еще далеко не все, что мы можем здесь делать. Дело в том, что мы можем поставить булыжник. И мы можем поставить факел. И посмотрите, что из этого получается. Получается какой-то странный факел. Но как это факел из булыжника? А на самом деле это рычагу факел. Специальный факел, который, как говорится, может дергаться. Посмотрите. Это копец. Я такое в фильмах только видел. Он может открывать двери. Любые механизмы активировать. Копец, круто, же. Также есть вот этот механизм. Только здесь нужны нам кирпичи. Здесь спрятана тайная кнопка. Но пока я не знаю, где можно применить кирпичный блок. Потому что у нас нет ничего кирпичного. И даже у братишки нет ничего кирпичного. У нас, в общем, должны быть секретные выходы из этого дома. Но вот правда я не знаю, где можно сделать это так, чтобы это прям-таки максимально не палилось. Конечно, можно сделать здесь. Отлично. Думаю, этого мне хватит спокойно и с головой. Смотрите, мы делаем вот. Да господи. А, давай спускаемся. Так, и спокойно ставим вот сюда люк. Опа. И, в принципе, здесь он не так-то и заметен. Ну вот, серьезно, здесь он толком-то и не заметен. Вот видите, так, если посмотреть, не видно этой окантовки. И если мы возьмем, откроем, и все, можем спокойно спускаться. И посмотрите, вот как он выглядит снизу. И, в принципе, мы можем уже копаться в сторону дома братишки. Только надо спуститься немного пониже. Тут руда из опыта, господи. О, она мне пригодится. 38 опыта. Надо уже делать новые зачарования. Точнее, зачаровывать вещи на новые зачарования, о которых вы пока еще не знаете. Я вам не говорил о них. Но, как вы помните, у него был постелен в доме именно красный ковер. Ковер. И нам нужны красные цветочки, красный краситель, что-нибудь красное. Так, отлично, я вижу красный краситель. Супер. Так, и что же нам нужно сделать? Нам нужно перекрасить это дело, чтобы сделать спокойно эти самые коврики. И посмотрите. Ё-моё, сейчас мы сделаем те самые опять опасные люки. Но только уже спокойные и красные. Господи, посмотрите. Ё-моё, как раз то, что нужно. И копаться нужно будет вот в ту самую сторону. Да, времени у меня уйдет на это, конечно, много. Но главное, чтобы он не спалил. Надо еще скрыть свой никнейм. И так, прямо сейчас вы можете посмотреть на эти два огромных туннеля. Потому что здесь немного буквой Г нужно было ходить. И, как говорится, у меня конский и он уходит буквой Г. И нам нужно просто сейчас прокопаться наверх. И взять, взять с собой, разумеется, лестницы. Потому что я специально ходил обратно по координатам. Смотрел, чтобы именно вот в том месте, где у него ковер, прокопаться вверх. Потому что это нам нереально капец надо. А чё, не могу поставить? Всё, могу поставить, нормально. И вот таким образом нам надо сейчас подниматься, копать это дело. Господи, как же неудобно. Это просто жесть. Но ничего, высота вроде не слишком такая большая. Поэтому нормально. Ведь факела у меня абсолютно все закончились. Как назло. А этот, по-моему... А, нет, он светит. Ну хорошо, во второй руке будешь. И, отлично, у нас осталась земля, нам совсем чуть-чуть. Давай сюда. И всё, по-моему. А, нет, это ещё не всё, господи. Я прям под его домом, жесть. Надеюсь, он ещё не вернулся домой. Я могу нормально сейчас вот здесь прокопать. Господи. Опа. Так, и ещё доска. Я надеюсь, именно в том месте, по-моему, да. Те самые координаты. Да, всё нормально. Теперь здесь мы просто кладём земельку, чтобы нормально лесенкой сюда пробраться. И на, на, на. Опа. И вуаля, мы находимся в его доме. Так, его дома вроде как нет. Я, если что, свой никнейм скрыл. Теперь нам нужно просто взять, поставить вот сюда это. И всё, он никаким образом это дело не заметит. Зацените. Он, по-моему, только немного темнее. Хотя нет, он точно такой же. Его, ну, еле-еле заметен. Вот серьёзно. А так-то и невзначай, если он не знает об этом моде, он ничего не сделает. Вот серьёзно. И зацените. Капец секретный выход. И зацените. Мы просто берём и спускаемся. И таким образом я беспалевно могу проходить к нему в дом, что-то воровать и прочее. Или следить за ним, смотреть за ним и прочее. Короче, контролировать, как говорится. Но в доме его нет. Как я понял, теперь мы можем спокойно сваливать. Тихо-тихо-тихо. Только не палите ему. А это всё для будущих троллингов. Ну и теперь мы возвращаемся домой. Я, кстати говоря, люк не помню, закрывал или не закрывал. Но ладно, давайте посмотрим. Опа. И всё. Его не видно. Всё с ним нормально, как говорится. Ну и, в принципе, вот первый секретный вход. Также я хочу сделать ещё один секретный выход. Сделаю я, наверное, вот здесь при помощи железной двери. Опа. Вот тут прокопаем. Итак, здесь мы ставим этот самый факел. Посмотрите. Он выглядит, ну, как обычный факел. Серьёзно. Его не спалить, он даже светится. Так. И далее нам нужна сама дверь. Давай-ка, иди-ка сюда. Опа. Делаем её. Целых три двери получаем. Ставим. И посмотрите. Бам. И всё. Мы открываем эту дверь и уходим. Его, он просто не палится. Ну и, если тут была бы просто картина и просто был бы вход, да, без этой железной двери, то его можно было бы спалить, просто пройти здесь и всё, ты бы углубился сюда. Но сейчас так никто не сможет сделать, потому что, когда он будет проходить по картине, он не сможет понять и, ну, как-то углубиться в ту внутрь. Потому что здесь будет стоять дверь, и никто не сообразит, что надо просто дёрнуть этот факел. Вот будет у нас как раз-таки в речке. Господи, ляаа. И его никто вообще не спалит. Ну, серьёзно. Вот вообще никто. Ну и, в общем-то, если вы хотите больше секретных входов, почему-то у меня ушло много времени на объяснение всего этого. То, разумеется, ставьте больше лайков, подписывайтесь на канал, приобретайте литензии на Феликс Тори, как говорится. Ну, а с вами был тот самый опаснейший Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока.